Рыбы, всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Я рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео мы будем смотреть ваш Таро прогноз на июль 2020 года. Работать будем сегодня с двумя колодами. Основная колода у нас будет Таро темный особняк. И вспомогательная это Таро театр кукол Марии Курары. Для тех, кто впервые на моем канале, хочу рассказать, как мы с вами будем устраивать работу. Итак, мы с вами посмотрим общие тенденции месяца, а также те ситуации, которые наиболее вероятно отыграются во сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Плюс карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести данный период. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. Что вас ожидает в плане работы? Что вас ожидает в плане финансов? Здоровье. Личная жизнь и совет от карты. Итак, давайте смотреть. Общая атмосфера месяца. У вас здесь падает старший аркан дьявол. Карта, которая указывает на ряд зависимостей. Какого характера будут эти зависимости? Это уже другой момент. У кого-то там будет зависимость, полное погрязание в отношениях. Кто-то зависнет на работе и будет масса обязательств. У кого-то финансовый аспект. Ну а у кого-то зависимости разного характера. Начинает с чревоугодия до зависимости от табака или алкоголя. Поэтому мы будем сейчас с вами прояснять, о чем здесь у нас идет речь. С чем вы тут будете бороться. Здесь по связке арканов могу сказать так. Во-первых, у кого-то на повестке дня может стоять ситуация выбора, как успеть все сразу, вопрос любовных треугольников. А у кого-то это попытки объять необъятное. А непосредственно, допустим, несколько видов деятельности. Либо несколько источников заработка попытаться в себе объединить, соединить. Ну знаете, как успеть все. Потому что для вас это крайне значимо, крайне важно. Ну давайте смотреть в целом. Так, по работе. По работе здесь у вас идет аркан конфликтности, накала страстей, выяснение взаимоотношений. У кого-то может отыграться, безусловно, как период нерабочий. Просто не будете работать, часто ждать, а не имеет место быть такая у вас ситуация. Значит, смотрите, у кого-то это просто будет из серии а-ля рандеву. Уехали в отпуск, потому что здесь нет работы, нет взаимодействия. А у кого-то, знаете, как уволиться. Уволиться, ну как, не то что по собственному желанию. Вас вынудят взаимоотношения это сделать. Если вы в статусе пенсионера, то для вас в плане работы ничего не поменяется. Не будет дополнительных источников заработка, не будет новых возможностей. Все останется по-прежнему как есть. Если вы в статусе наемного работника, то карта указывает на ситуацию конфликтности внутри коллектива. У кого-то это, знаете, может быть связано с вопросами личной жизни, когда деловые взаимоотношения перешли в сторону личной связи. Если вы в статусе соискателя, то это, знаете, как пустой месяц. Здесь либо неудачные собеседования, ну и плюс опять же пашкубков. Это вопросы такого отдыха, ребячества. То есть вы пока не спешите. Возможно, многие из вас для себя поставят задачу в рамках июля еще отдохнуть. Если же у вас вы собственный бизнес, то это конфликтная ситуация с вашими партнерами, коллегами и людьми, которыми вы взаимодействуете. По какой причине? Сейчас посмотрим. По причине распределения сфер влияния и в принципе амбиции тут вами завладеют. Заходите большего, заходите развития. Ну и опять же накал страстительный относительно того, кто какой объем работы выполняет. Так, по финансам. Финансовая сторона у вас здесь стабильна. Для многих здесь, кстати, отыграется по нескольким фронтам. Значит, первое. Это у вас может быть хорошая финансовая поддержка со стороны супруги, матери, либо просто девушки, которая хорошо обеспечена, стоит на ногах. Это может быть какая-то помощь от нее. Если мы с вами не будем привязываться к конкретному персонажу личности, то это стабильное финансовое положение вещей. То есть это как вы можете оказывать кому-то поддержку, так и вам. Если это непосредственно женщина. Если не привязываться к персоналиям, то это просто стабильная финансовая база, то есть на которую вы можете опереться. Если рассматривать вопросы здоровья, то здесь, к сожалению или к счастью, вам нужно будет над ним задуматься, потому что у многих здесь есть истощение эмоциональное и физическое. Плюс карта, которая говорит о том, что загнали вы себя уже как лошадь, можете немножечко отдохнуть. У кого-то в июле месяце будут знаковые финансовые влияния в свое здоровье. Это как вопросы диагностики, это вопросы лечения. Это в принципе по ситуации кто-то может вкладываться, пропить курс БАДов, витамин. Или просто то лечение, которое вам назначит врач. Для кого-то здесь будут знаковые ситуации, например, по этим арканам это как, ну кто-то будет делать пластику, потому что это очень существенные вложения. Но тем не менее состояние своего здоровья вы здесь можете поправить, а это самое главное. Если рассматривать личную жизнь, а вот здесь ситуация, если я желаю лучшего, она здесь нестабильна. Давайте прояснять почему, по каким причинам. Итак, для тех, кто на текущий момент свободен, давайте посмотрим, что же у нас здесь. Для тех, кто на текущий момент свободен, у вас здесь может на горизонте нарисоваться товарищ, но он либо может быть несвободным, либо, скажем так, обретя нового, кто-то попытается вернуться из бывших. Давайте прояснять. Ну вот, как понимаете, здесь товарищ по связке карт, он будет несвободен. Поэтому, ну смотрите, нужно вам это, либо не нужно. Если смотрит меня здесь мужчина, то это вы будете в отношении, в статусе любовника. То есть новые отношения, новая связь. Но, судя по картам, вам это будет удобно, либо будет на руку. Во всяком случае, я не вижу, чтобы вы себя чувствовали здесь некомфортно. Давайте смотреть для тех, кто будет состоять уже на текущий момент, в любовных треугольниках, четырехугольниках, как для вас будет развиваться данная ситуация. Но здесь шанс, знаете, как выиграть пальму первенства. Потому что по связке карт весь акцент будет на вас. Ваш партнер, либо партнерша, вы для него будете как сокровище. Как центр вселенной. И все внимание будет непосредственно оказано вам. Поэтому, как говорят карты, вам здесь беспокоиться не о чем. Здесь не только внимание, здесь и финансовые вложения, и поддержка. Ну, будьте довольны по ситуации, это факт. Теперь посмотрим для тех, кто у нас в семейных взаимоотношениях, либо стабильных связях. А вот здесь, смотрите, какая ситуация. По связке этих арканов, здесь кто-то может приударить за вашим партнером, либо партнершей. Видите, вот двойка пентагг и тройка мечей. И заставить его хотя бы на минутку призадуматься вот о ситуации выбора. Ну, давайте сейчас еще даже дотяну, что здесь. У кого-то отыграется, как еще, знакомство через интернет, либо знакомство в дороге. Вы здесь можете также быть заинтересованы, стоит ли вам вкладываться в эту новую связь, даже дотяну. Это для тех, кто в стабильных отношениях. Но смотрите, здесь солнце, немножко своеобразная карта, потому что здесь подписано вояж. То есть, вы знаете, отношения могут быть как курортный роман, либо отношения, которые такие вот, легкого формата. Просто как запоминающийся кадр. Но вряд ли эти отношения будут стабильными, либо постоянными. Поэтому, ну, возьмите это себе на заметку, чтобы не наделали глупостей. Так, и в качестве совета. В качестве совета у вас здесь падает ряд трансформаций, перемен. То есть, нужно выходить из какого-то вот уже застойного состояния, что-то в своей жизни менять, двигаться вперед. Давайте смотреть, что же здесь конкретно. Но у некоторых, видите, как начинать жить с чистого листа. И еще такой момент. Сейчас-то вам покажу. Вот у вас основная карта. Карта совет. И вот здесь. Если вдруг, это я повторюсь, это не у всех, это может быть вообще у 5% тех, кто меня смотрит. Я сейчас озвучу все возможные варианты. Длительный период. Что-то в жизни не клеится. Идет не так. Не получается. Валится из рук. Возможно, вам здесь необходимы вопросы чистки от деструктивных программ. И если, как бы, вы знаете, что здесь у вас все в порядке, деструктивных программ нет, то по связке арканов это должна быть какая-то комплексная проработка ваших установок с психологом. Знаете, как войти в новое русло, переродиться, а начать заново. У кого-то здесь может быть какая-то знаковая ситуация. Сейчас даже посмотрю, с чем она будет связана. И вот, знаете, как заново родиться. Вот здесь луна, переживания и страхи. По связке карт. Это как потерять друга. Это какая-то ситуация, либо обстоятельство, по которым вы вообще по-другому посмотрите на жизнь, на свой событийный ряд и все переоцените. Знаете, как чья-то чужая ситуация для вас, знаете, как высветит какие-то проблемы в вашей жизни и покажет вам, что не все так плохо, как вам кажется. Или что нужно посмотри, не трать время попусту, посмотри, как произошло у этого человека. Меняйся, либо что-то меняй в своей жизни. Потому что если проанализировать ваш месяц, смотрите, у вас знаковая атмосфера и у вас знаковый совет. И на совет у вас тут как меняться, входить в новое. Вот об этом вам карты говорят. Плюс для многих из вас здесь еще, смотрите, какие-то страхи связаны с вопросами финансов, финансового обеспечения, финансовых возможностей. То есть будет ли у вас стабильность, а потянете ли вы, а как для вас будет развиваться ситуация. Вот об этом говорят здесь карты. Ну хорошо, давайте сейчас я их сюда положу. Мы с вами дотянем еще из другой колоды арканы, на которые вам следует обратить внимание. То есть какие события вас здесь еще затронут. Так, ну тогда все понятно. Смотрите, у нас падает вот десятка материи, здесь падает притяжение, здесь падает укрепление. Значит, в первую очередь здесь, смотрите, будучи, допустим, в стабильных связях, у вас кто-то появится, ради которого вы захотите меняться, вкладывать что-то в свою жизнь, переделывать, потому что по связке этих арканов, это человек, который в вашей жизни вас замотивирует или заставит мыслить по-иному. Это первый момент. У кого-то здесь будет идти обретение второй половины, ну потому что акцент здесь, понимаете, вопрос личной жизни. Но человек здесь может быть не в свободе, но тем не менее зацепит вас по полной. То есть давайте так, тот человек, который в вашей жизни появится, та ситуация, которая произойдет, заставит вас, во-первых, снять маски, показать на самом деле, кто вы есть на самом деле, и стремиться к новым задачам, к новым совершениям. И у вас это будет получаться. Тем более это будет касаться в большей степени материального плана, увеличения дохода, заработка и обретения новой стабильности. Ну пусть так и будет, я вам искренне всей души этого желаю. Вот такой для вас выходит месяц. Напишите мне, пожалуйста, впоследствии, по прошествии времени, как для вас отыграется ситуация, либо не отыграется. Я вам буду признательна за обратную связь. Для тех же, кого интересуют мои индивидуальные консультации, либо обучение, ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. Оставляйте свои текстовые, либо голосовые сообщения на Viber или WhatsApp. Мой админ Анастасия ответит на все ваши вопросы. Я же вас искренне благодарю за просмотр. Шикарного вам месяца. И пусть будут за только позитивные прогнозы. Удачи! До новых встреч!